Благословение Господне на вас, Того благодать и человека любвием, Всегда, меней, пресно и вовеки веков. Слава Тебя, Пистью Божиим, Поварни наши, и слава Тебя. Господи, Священному Душу, Меней, пресно и вовеки вновь, Господи, мой родственник, Господи, мой родственник, И именит и любви, в небо священнище вновь и вновь нас, Господи! Христос, истинный Бог наш, молитву и причистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и живосвятых Отца нашего святителя Иоанна, архиепископа Константиния Града Златоустого, и живосвятых преподобного и богоносного Отца нашего Сергия, игумена Радонического и всея в весе чудотворца, святых и праведных Бога Отец Иоанна и Мариян и всех святых, помилуй и спасет нас, яков благ и человек во грунте. И в небо, 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 и в небо. Сделайте, пожалуйста, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в небо. Добро пожаловать в небо. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в небо. 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 Я благодарю вас за слово, приветствие. Мне хотелось бы в первую очередь напомнить, что все, что здесь делается, движется, все делается благословением нашего правящего епископа, святейшего патриарха Московского Сеаруси Кирилла, которого благословение хотел бы всем передать, первосвятительское всем присутствующим. Да, святейший патриарх нуждается в наших с вами молитвах, особым памятованием о нем, поскольку он несет еще более тяжелый крест своего патриаршего служения, который тяжел тем, что ответственен за всю полноту Русской Православной Церкви. Поэтому у меня сугубо всем просьба, чтобы все мы не забывали молиться, вспоминать молитвы святейшего патриарха Московского Сеаруси Кирилла. Дай Бог ему здоровья и мудрости служить во благо Русской Православной Церкви и Отечества нашего. Сегодня мы с вами празднуем праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, событий, которые, с одной стороны, произошли давным-давно, но, тем не менее, в памяти об этом событии каждый раз вспоминается в этот день, как Пресвятая Дева Мария в трехлетнем возрасте сама поднялась по ступеням Иерусалимского храма, была принята первосвященником и введена во святая святых, куда не мог заходить простой смертный. И архиерей-то то, только один раз в год мог войти во святая святых, и то с кровью очистительной, которую приносил в память и время в очищении грехов всех людей. Царица Небесная нам с вами показывает пример того, чтобы храм в жизни ее был на первом месте. И самое главное событие, можно сказать, которое сделало спасение главизной, действительно, это действительно ее посещение, введение во храм Иерусалимский. Нам же Господь дает милость посещать храм Божий сколько угодно, когда угодно, в любое время, но мы часто с вами не радеем об этом посещении святых храмов Божьих. А зря, поскольку мы, к большей части, оправдываемся своими какими-то житейскими причинами, которые постоянно у нас происходят. Но, тем не менее, во всем этом житейском бушующем море нам с вами нужно иметь возможность как-то переводить дух. Когда мы, придя в храм, уже оставляем всякое житейское попечение и возносим свой ум к Богу, молясь за себя и за всех своих родственников. И если у нас этой молитвы не будет, то мы с вами умрем, поскольку молитва – это воздух наш духовный, которым мы с вами дышим. А вы сами понимаете, что мы без воздуха и пяти минут продышать с вами не можем, можем скончаться. Таким образом, в духовном плане, чтобы у нас не было такой грешной, бездуховной кончины, непонятной от наших каких-то произволений, мы с вами должны как можно чаще прибегать к этому целительному воздуху, к кислороду вечности, который особым образом вдыхается в наши уста и ноздри, в храме Божьем, где Дух Святой веет над нами, где мы общаемся в этих великих таинствах и в этом чудном, самом, наверное, наиглавнейшем таинстве Святой Юхаристии, когда присуществляются святые дары в тело и кровь Христовы, и когда мы становимся причастниками вечных благ. Мне хотелось бы в день введения во храм Пресвятой Богородицы, чтобы этот день для всех был памятен, чтобы мы сегодня, войдя в этот Святой Храм, постоянно бы с этого дня как можно чаще посещали его, молились бы здесь, молились бы за себя и за своих родственников. И дай Бог нам иметь родение, силы и мудрости молиться в этом замечательном Святом Храме, который благоукрашается стараниями и заботами отца Протерея Виктора, которого сегодня Святейший Патриарх отметил медалью, и благотворителями, которых бы я хотел также от имени Святейшего Патриарха наградить. Юбилейной медали Русской Православной Церкви в память 500-летия Победы в Отечественной войне 1812 года удостаивается Руслан Русланович Гутнов. Аксиус! 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 Юбилейная медаль в память 200-летия Победы в Отечественной войне удостаивается Андрей Владимирович Гаврилов. Аксиус! 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 Поздравляю. Юбилейная медаль Ворусской Православной Церкви в память 203-е победы в Отечественной войне в 1812 году достаивается в казначе храма Антонина Константинова Быкова. Наконец-то вы дошли до нас. Аксиус! 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 Поздравляю вас. Те, кто получил наград, должны сугубо поминать святейшую патриарху в своих молитвах. И сейчас надо возгласить. Великому господину и отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху московскому и всея Руси, и свято-троицке, и Сергею Валаре, священную архимандриту, своего богоспасаемую всероссийскую паствою, и господину преосвященнейшему сами, епископу Воскресенскому подашь, Господи, здравие и спасение, и во всем благое поспешение, и сохрани их на многое лето. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok